Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас, наши дорогие подписчики, на нашей еженедельной рубрике «Совет от ангелов». Дорогие, готовы ли вы услышать советы от наших ангелов-хранителей? Они всегда рядом с нами, и они хотят участвовать во всех сферах нашей жизни. Иллюзия многих людей в том, что они считают, что к ангелам нужно обращаться только по серьезным вопросам и в случае какой-то смертельной опасности. Но это ложь, которую придумывали темные силы, чтобы лишить нас ангельской помощи. Истина в том, что Творец сотворил ангелов, чтобы они помогали и сопровождали нас во всех сферах нашей жизни. Они хотят участвовать в твоем бизнесе, в твоей работе, в твоей семье, в твоем творчестве, в твоем служении. Во всех сферах они рядом. И я верю, что сегодняшний совет, сегодняшнее наставление, оно будет важным, ценным и актуальным лично для тебя. Потому что ангелы знают и знали, что ты кликнешь это видео и будешь слышать мой голос. О, дорогие ангелы, проговорите. Дайте тот совет и наставление, в котором мы нуждаемся на этой неделе. То, что нужно нам сейчас, здесь и сейчас. И на этой неделе выпадает совет. Будь честен. Будь честен. Ангелы говорят, смотри на мир честными глазами. Потому что правда побеждает все страхи. Будь честным. Дорогие, это очень ценный, очень важный совет. Буквально вчера у нас была встреча. У нас есть в школе клуб выпускников школы. И у меня есть дар толковать и интерпретировать священные писания разных традиций. И я как раз взял текст Псалом 17. И там написаны такие строки. Творец говорит, с милостивым я поступаю милостиво, с искренним искренно, с чистым чисто. А с лукавым, по лукавству его. Что такое лукавый человек? Лукавый человек, лука это извилина. Лукавый человек это скользкий, ненадежный, извилистый, непрямой, нечестный. И буквально вчера мы на эту тему рассуждали с выпускниками школы. Представляете, творец говорит, если ты честный, у тебя будет зеленая дорога везде. Если ты чистый, у тебя будет чисто. Если ты милостивый, добрый, такие же люди будут притягиваться к тебе. Но если ты лукавый, у тебя будет происходить по лукавству твоему. Когда мы поступаем нечестно, когда мы обманываем других, когда мы обманываем Бога или себя. Это путь в никуда, дорогие. Один мудрый человек, мой наставник сказал, можно обманывать кого-то какое-то время. Но нельзя обманывать всех все время. И тем более нельзя обмануть Бога. В священных писаниях сказано, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Другими словами, ну ты не можешь сеять плохие семена и получить хороший урожай. Последствия твоих поступков настигнут тебя. И ангелы говорят сегодня, будь честным, смотри на мир честными глазами. Твоя правда, она будет побеждать. Дорогие, будь честным самим собой. Будь честным с людьми и будь честным с ангелами и творцом, дорогие. Я знаю, ангелы бы не сказали этот совет, если бы все было у нас идеально. Дорогой, посмотри в свое сердце. Может быть, ты нечестный на своей работе. Может быть, ты нечестный в отношениях со своим партнером. Может быть, ты нечестный со своими сотрудниками или со своим шефом. Может быть, ты нечестный со своими соседями или родственниками. Может быть, ты нечестный с Богом. Что такое нечестность с Богом и ангелами? Это значит, когда тебе плохо, ты бежишь к ним, просишь, молишься. Когда все стало хорошо, ты о них забываешь и вспоминаешь только, когда у тебя проблемы. Это не честность, это лукавство, дорогие. И ангелы говорят, если ты хочешь быть успешным, если ты хочешь жить изобильной жизнью, если ты хочешь жить благополучным, стань честным, стань чистым, стань открытым. Чтобы закрепить действие этого совета, запишите короткую молитву-активацию под этим видео. Дорогие ангелы, научите меня быть честным. Вы знаете, ангелы верят в нас больше, чем мы в себя верим. Они верят, что вы сможете стать честными и благодаря этому сможете жить успешной, благополучной и яркой жизнью. Дорогие, благословение вам и вашим родным.